Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в студии с вами я, Соколов Глеб Борисович. Сегодня в нашей рубрике речь пойдет об остеопатии, одном из ведущих направлений альтернативной медицины, и я постараюсь наиболее подробно остановиться на всех вопросах, касающихся этого прекрасного способа восстановления здоровья. Сегодня наблюдается интересный парадокс. Термин «здоровье» фигурирует все чаще. В сознании человека вторгается информация, так или иначе связанная со здоровьем и его производными. Передачи и телешоу, выступления врачей и смежных специалистов, телемедицина и рекламные ролики, новые препараты, услуги, анализы. Стельки и ортопедические подушки и матрасы, пищевые добавки и огромное количество дополнительных услуг. Подается это блюдо, как правило, под соусом из легкого НЛП, вплоть до навязчивой рекламы. Как правило, с попыткой напугать зрителя или потенциального пациента. Давайте повнимательнее рассмотрим эту ситуацию. На фоне действительно небывалого подъема технологии, а медицина не является здесь исключением, получается ситуация, когда понятие здоровья, как неотъемлемая часть человеческого организма, становится для этого человека недосягаемым понятием. Это несмотря на то, что современным человеком, жителям мегаполиса 21 века, тратится поистине огромное количество времени, денег и усилий на посещение врачей, сдачу анализов, различных диспансеризаций. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. И это в лучшем случае. Как правило, этот пресловутый ВОЗ откатывается назад. И вот вместо того, чтобы вернуть людям здоровье, мы, врачи, люди, которые должны стоять на страже этого поистине бесценного свойства человека, все чаще и больше ссылаемся на природные катаклизмы, возраст пациента, его якобы нездоровую наследственность, да мало ли чего еще. И этот список можно продолжать до бесконечности. Есть только одно «но». Для использования этих понятий совсем не обязательно быть врачом. С этой задачей вполне успешно справляется пресловутая бабушка у подъезда, целый консилиум которых мы имеем удовольствие лицезреть. Вот и получается, что понятие здоровья отрывается от человека и начинает свое автономное путешествие в виде аляповато-раскрашенного баннера на рынке медицинских услуг. При этом относительно здоровых людей все меньше, а относительно, скажем, нездоровых людей все больше, согласно неумолимой статистике. Каковы же причины происходящего? Последнее время наблюдается не очень хорошая тенденция, которую я бы назвал подменной понятий. В качестве примера типичное, на мой взгляд, обращение пациента к доктору с жалобами на боли в шее, нарушение подвижности в шейном отделе и головную боль. Я думаю, что каждый сейчас узнает какой-то из своих походок к врачу. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, уважаемый. Что беспокоит вас? Да вот, доктор, шея болит, голова не поворачивается. Да у вас, батенька, цервиколгия. И записывает диагноз. Что происходит? Дело в том, что врач просто перевел, как это часто бывает, жалобы пациента на латынь или греческий. А головные боли присутствуют? Ну а как же, доктор, конечно, как у всех нынче. А еще болит спина и левое плечо. Все понятно, голубчик. У вас вертоброгенная дорсопатия, краниалгия и цервикобрахиалгия. Откуда же все это взялось, доктор? Так у вас, батенька, остеохондроз. Не будь я врачом и не понимая этих терминов, у меня бы уже лоб покрылся холодным потом. Доктор, а остеохондроз-то откуда взялся? Ну как же, милейший, сидите, видимо, много на работе, в машине, спортом не занимайтесь. Пузо вон отрастили какое, избыточный вес, стало быть, нагрузка на позвоночник. А еще, небось, курите? Курю, доктор, бывает. И выпиваете, наверное. Ну не без этого, доктор, как все. А у прабабки случайно шея не болела? Болела, доктор. О, так вот видите, это наследственный фактор. А на погоду реагируете? Реагирую, доктор, бывает. Я так и знал, у вас метеозависимость. А подушка у вас ортопедическая? Да нет, доктор, обычная подушка. Значит, вы неправильно спите. Срочно купите в нашем ортопедическом салоне подушку. Ну и матрас неплохо бы. А еще вижу, у вас плоскостопие. Так что срочно за стельками. Анализы сдать в нашей лаборатории. А пока попробуем вот этот препаратик. И раздевайтесь, пожалуйста. Наклею на вас тейпы, а потом быстренько на МРТ. Проходит три дня. Что, голубчик, не проходит боль? Странно. Ну, возраст, батенька, что же вы хотите? Давайте попробуем другой препаратик нового поколения. Доктор берет данное МРТ. А, так вот у вас грыжа. Вот и болит. Идите-ка скорее, милейший, к нашему массажисту. Он сделает вам массажей на воротниковой зоне. Массажист. Да, у вас так все забито. Надо разбить. Пациент тихо ругается, роняет слезу и извивается в цепких лапах дюжево-ремеслевых. Безусловно, эта печальная зарисовка больше похожа на злобную карикатуру. Но, к сожалению, это вопиющая реальность. Реальная просто некуда. Дорогие телезрители, здесь очень хочется напомнить, что пациент приходит к врачу с тремя вопросами. Доктор, что со мной происходит? Почему это со мной происходит? И что с этим делать? И если врач не ответил на эти три вопроса, значит прием не состоялся. К сожалению, в этом печальном диалоге мы не услышали из уст врача ни одной причины. Скорее всего, он вывалил на пациента кучу псевдопричин, провоцирующих факторов, уводящих от понимания истинных причин заболевания этого человека. А ведь истинная задача врача, и не только остеопата, определить настоящую причину, определить источник боли, то есть субстрат, конкретно что болит, и определить, почему это болит. И только воздействие на причину заболевания в медицине всегда считалось лечением. Зачастую от понимания истинных причин заболевания нас уводят такие термины, как боль, воспаление и спазм, на которые мы, врачи, уже давно навесили ярлык абсолютного зла. Давайте разберемся, что это такое и почему это происходит. Мы нередко видим в наших телеэкранах рекламы подобные такой. Салпадеин сам найдет источник боли. Дело в том, что салпадеин ничего там искать не будет, никакого источника боли. Да, это очень хороший комбинированный препарат, который может заглушить довольно большую часть видов болевых рецепторов. Но таким образом мы просто обманываем мозг, и мозг продолжает заставлять ту часть тела, которая болит, работать в штатном режиме. Интересная мысль написана в учебнике физиологии. В опорно-двигательной системе, а человек, собственно говоря, и есть опорно-двигательная система, всегда болят компенсаторы. Проще говоря, когда пациент приходит к врачу и говорит, доктор, у меня болит здесь, мы не берем, конечно, в расчет прямую травму, то первая задача врача не лезть туда, где болит, а посмотреть, что компенсирует эта мышечная группа, этот регион, этот сустав. И из этого, исходя, начинать искать причину. Чтобы понять эту ситуацию, нужно вспомнить об одном из законов физиологии, о которых мы, студенты-врачи, узнали в самом начале нашего обучения. Этот закон называется закон рациональности. По формулировке, это, пожалуй, самый короткий закон физиологии, он так и звучит, система рациональна. Но по глубине и объему, наверное, это самый важный и всеобъемлющий закон физиологии. Ну а смысл этого закона таков. Все, что происходит в нашей системе, все происходит с ведома мозга, все это учтено, и все это является какой-то системной задачей, реализацией необходимости. То есть все это обязательно нужно для чего-то. И второй постулат этого закона, система всегда из двух зол выбирает меньшее. То есть если что-то в этой системе не так, значит нужно подумать, а для чего система создает эти защитные реакции. Возникает боль, возникает дискомфорт. Как правило, система сама себя защищает от каких-то более плохих последствий. В качестве примера можно привести вот такую ситуацию. Пациент жалуется доктору. Доктор, я не могу поднять руку выше горизонтали. Что делает доктор? Он обезболивает, он назначает нестероидные противовоспалительные препараты и отправляет на ЛФК. То есть, с одной стороны, система ограничивает свое движение, чем самым прямым способом, болью. Говоря хозяин, не надо дальше поднимать руку, потому что дальше будут травмироваться суставные поверхности. Мы, врачи, отправляем разрабатывать эту руку. Это, дорогие друзья, не медицина. С точки зрения нормальной физиологии, которую обязан знать каждый студент первого курса медвуза, нужно определить, почему в этой ситуации мышца, на которую жалуется пациент, на боль и нарушение движения, почему она не выключается даже лежа, когда пациент лежит на рабочем столе у доктора-остеопата, невролога, ортопеда, мануального терапевта. Если крупная мышечная группа не выключается даже лежа, то там начинают накапливаться продукты метаболизма. Как любой процесс накопления, он обязательно будет иметь некую критическую массу. Вот как раз этой критической массой и будет воспаление и боль. Но что это такое? В данном случае это всегда будут защитные реакции организма, которые будут предотвращать нормальное движение в суставе. Для чего? Если сустав потерял конгруентность, то есть поверхности не совпадают, то система сама будет уберегать себя от дальнейшей микротравматизации суставных поверхностей. Дорогие друзья, здесь самое время спросить, а что же делать, как лечить? Я отвечу. Дело в том, что если это мышечная группа, которую нашел врач, и она не выключена была даже лежа, нужно найти, что она компенсирует. Какой патологический процесс в этой системе эта мышца пытается скомпенсировать своей гиперработой? Существует громадное количество исследований, тестов, в том числе ортопедических, которые большей частью являются и остеопатическими, и ответить на этот в принципе несложный вопрос. Безусловно, и к сожалению, осталось огромное количество вопросов, не раскрытых в данной передаче, поэтому, дорогие телезрители, я с огромным удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые будут приходить на адрес редакции, для того, чтобы сделать более интересные следующие выпуски. От себя лично всем телезрителям я хочу пожелать крепкого здоровья. С вами был я, Соколов Глеб Борисович, врач остеопат. Соколов Глеб Борисович, врач остеопат.